Не соскучились ли вы по пандам? Соскучились? А если они будут немного не такие, как те панды, к которым вы привыкли? А будут жестокими, кровожадными, только и мечтающими намотать чью-то требуху себе на кулак? Вот если вы такими панд себе и представляли, то вам можно смело топать в Magic World 2, у которой недавно начался закрытый бета-тест. Плюс было бы неплохо, если бы вы еще больше любили убивать персонажей, подконтрольных живым игрокам, а не мобов, и тогда точно туда. Дело в том, что Magic World 2 по большей части именно пвп-ориентированная игра, предлагающая игрокам разнообразные варианты уничтожения тех, до кого вы сможете дотянуться. Одним из них, наиболее мощным по части унижения врагов, является ГВГ. ГВГ — это битва гильдий против друг друга, и самое важное — то, что после победы в данном противостоянии победитель может не просто глумиться над побежденным в чате, там, на форуме, ну или еще где-нибудь, а вообще распустить чужой клан, поломав его полностью. Но сначала придется разрушить замок. У каждого клана тут может быть своя собственная крепость, на постройку которой придется насобирать немало ресурсов. Но штука эта будет полезна, так как при апгрейде и пристройке дополнительных зданий будет давать бонусы кланам. Кроме этого, весь мир поделен на две враждующие фракции. Стычка между их представителями может начаться практически в любой точке мира, на любой из локаций. Мир тут не бесшовен и имеется подгрузка. А кроме этого, каждую неделю проходят особо жестокие побоища между двумя лагерями, при победе в которой можно получить божественные награды. Когда же у гильдии мира в замке что-то строят, а до битв за власть еще далеко, можно просто пошалить, убивая всех попадающихся под руку, получив при этом прибыль, а не только штраф за убийство игроков. При смерти и убийстве есть шанс того, что из инвентаря или из чего-то одетого что-то да упадет на землю, и наглый убийца разживется непосильно нажитым добром. Это весьма достойная причина для драмы, стенаний и проклятий. Дело в том, что шмотка, которую вы возможно уроните, может оказаться очень дорогое, а на ее улучшение вы возможно потратите много времени и сил. Развитию обмундирования уделено много времени и каждую его часть можно заапгрейдить шестью разными способами, превратив унылую мотыгу в меч тысячи истин. То же самое касается и брони. Это все может дать еще и бонус к ЧСВ, так как в игре встроены топы буквально по всему, по убойности оружия, по толщине брони и даже по количеству денег. Особо четкий герой может стать просто целью для убийц. Но если есть вас тяга быть всегда первым и лучшим, то вы обязательно попадете в эти топы. А кроме этого, эта же тяга заведет вас в местные данжи. Некоторые возможные усиления оружия и брони просто не работают, пока игрок не поучаствует в уничтожении особо злобной какой-то твари. Плюс, всякое для заточки типа рун или специальных камней искать тоже надо там. Побродить с течением прокачки придется по 19 подземельям, но тупо защищать их без остановки не получится. В игру встроена система, не позволяющая заниматься бездуховным фармом. Если же игрока уже не будут пускать к монстрам, но и силы и желания кому-нибудь порвать морду еще будут, то можно попробовать пойти в подземелье эпической сложности. Возможно, в будущем эти ограничения можно будет как-нибудь снять с помощью какого-то питья из магазина. Игра условно бесплатная с встроенным шопом, но на ЗБТ пока непонятно, что именно там будет продаваться. Но в любом случае, чем заняться, когда мир царит во всем мире, игрок найдет, так как кроме всего вышеперечисленного, есть возможности просто расслабиться, поучаствовав в каком-то ежедневном ивенте. Они представлены разными вариантами, но большинство из них доступно на более-менее высоких уровнях. И до первого данжа или ивента игроку придется вкачаться самым стандартным путем, уничтожая монстров и выполняя пожелания страждущих, которых в каждой ММО немеряное количество. Поначалу этот процесс весьма уныл не только из-за того, что большинство квестов про то, как надо убить 50 монстров ради великой цели, и потому что скиллов поначалу мало и о каком-либо разнообразии и напряжении, заставляющем заинтересоваться процессом, речи не идет. Тупой фарм. И изредка более-менее интересные сюжетные квесты. Потом-то с прокачкой боец откроет для себя много умений, вариантов уничтожения фауны прибавится, но это случится где-то за 20 уровнем, а на 25 таки вообще появится возможность пользоваться внутриигрового бота. Путь же герой начинается вполне стандартно. Создание персонажа, где требуется выбрать себе класс автоматически согласившись на предложенную расу и все. Но только качество еще можно приобрести какое-то и впоследствии при групповых забегах получать бонусы за него. А дальше уже надо будет по пути развивать свое виртуальное воплощение, изучая и прокачивая умения путем уничтожения сотен монстров и постоянно тренируясь для повышения базовых характеристик. Это собственно все, что пока удалось увидеть на ЗБТ. И к слову, сейчас в блогах СГ проходит набор в клан СтопГейма для участия во внутриигровом турнире. Если есть желающие, не упустите возможности убить во имя СтопГейм. На этом же все и всем всего. Субтитры создавал DimaTorzok